Она всегда присутствует на всех важных событиях, касающихся сферы здравоохранения, встречах с жителями, открытии новых амбулаторий, прием гостей из областного правительства. А начинала работу в Ленинском округе заместитель главного врача ВРКБ Елена Зинатурина в поселке Развилка. Работала именно участковым врачом-педиатром. Ну, очень любили свою профессию педиатрии, пациентов своих любила, очень полюбили жители меня. Мы нашли такой общий, наверное, такой взаимосвязь, коннект здесь с мамочками. В 2013 году все амбулатории вошли в состав Видновской районной клинической больницы. А потому работы у заместителя главного врача по поликлинической сети хватало всегда. Прежде всего, это контроль ремонта старых и открытие новых лечебных учреждений. Здесь пришлось осваивать дополнительные навыки. Приходилось изучать очень много нормативных документов. То есть ты должен быть и строитель, и инженер где-то там понимать, и понимать все санитарные, все абсолютно нормы, как и режимные кабинеты, как эпидемиолог. Но это, наоборот, только развивает. И это очень здорово. Особая гордость Елены Зинатулиной – реконструкция во взрослой Видновской поликлинике. Несмотря на то, что она пришлась на время пандемии, работы не останавливались. И сегодня здание, построенное в 70-х годах прошлого века, соответствует всем современным нормам. Каждый метр этой поликлиники просчитывали, какой будет кабинет, чтобы он был по санитарным нормам, по площади соответствовал тем требованиям, и был удобен для жителей, удобен для наших пациентов. К огромному размаху пандемии коронавирусной инфекции врачи всего мира были не готовы. Это сейчас уже и вакцины есть, и в целом понятны механизмы распространения и лечения. А в марте 2020 года на медиков легла тяжелая ноша. Приходилось проводить просто какие-то именно психологические беседы с нашими сотрудниками, успокоить и мотивировать их на работу. Они боялись, они боялись выходить, они боялись одевать СИЗО, потому что это стресс. Видновская районная клиническая больница проводит политику информационной открытости. На многочисленных встречах с жителями, помимо главного врача ВРКБ Бутая-Бутаева, неизменно присутствовала и Елена Зинатульна, готовая ответить на самые каверзные вопросы. Чем больше мы общаемся с жителями, мы получаем обратную связь, они нам подсказывают, где какие у нас есть моменты, может, неточности еще в организации работы, что мы можем подправить и наоборот улучшить. Это наоборот нам помогает в нашей работе в организации. Таланты Елены Зинатулиной заметили в областном правительстве, и ей предложили должность заместителя министра здравоохранения, причем в родственной области, педиатрии и родовспоможении. Привыкшая работать на благо людей, она смотрит в будущее с оптимизмом. Я уже вижу те места провальные, где можно их усовершенствовать. Есть, нет, пока вот уже вижу, что нужно улучшить контакт, взаимодействие перинатальных центров с детскими поликлиниками, передачу вот этих новорожденных, да, там на реабилитацию, с домами ребенка, где идет прекрасный у нас дом с реабилитацией. То есть некоторые моменты, которые вот я уже вижу, где можно улучшить эти процессы. При этом Елена Зинатулина искренне влюблена в видное и уезжать из города не планирует. А если коллегам потребуется помощь в решении тех или иных вопросов, она всегда готова помочь. К исполнению служебных обязанностей в качестве заместителя областного министра здравоохранения Елена Валентиновна приступит через три недели. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Видое Truex Девушки отдыхают. Видaldная Гузынина.